Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня выкатываем из ангара ВК-9001П, он же Клинок. Именно под именем Клинок все игроки знают его. Машина просто имбовая. Мне нравится она броней, орудием, да вообще в принципе всем, чем обладает. Сейчас будем обо всем да по порядку, но в основном в самом бою. Что касается углов склонения, не спешите радоваться, минус 10 только на борта, спереди такого угла не будет. Потому что заднее расположение башни не дает возможности орудия опуститься бодро вниз. 460 единиц альфы, просто хорошая альфа и не более того, не идеальная, но ее больше чем достаточно. И получаете с учетом времени перезарядки чуть менее 11 секунд 2600 единиц, которая действительно, действительно является реализуемой в бою. Вот эта вот цифра, она безусловно может быть вами получена практически в каждой катке. Что касается разброса и сведения, заценим непосредственно в самом бою. Ну и 275 миллиметров по пробитию, это действительно годный показатель на 10 уровне, который позволяет бодаться практически со всеми, зная, что вы сможете их проковырять. Вот такой вот он клинок, поехали в бой, а там дальше буду рассказывать все более подробно. Итак, друзья мои, давайте будем сразу обо всем-то по порядку. Подвижность абсолютно нормальная, абсолютно приемлемая для тяжелого танка таких размеров и с таким уровнем бронирования, я бы сказал, что абсолютно справедливая. Что касается маневренности, более чем достаточно, опять-таки, для тяжелого танка таких размеров. Что касается орудия, довольно-таки точный, неплохой урон, но стоит помнить по поводу того, что этот танчик с задним расположением башни и будет в любом случае требовать от вас в определенном роде сноровки в игре и вам необходимо будет понимать, под каким конкретно углом вам стоит на данной машине на кого-либо выезжать. Ни в коем случае не выезжайте просто в наглую мордой вперед, потому что там действительно есть серые зоны, которые смогут пробить. А вот если вы будете делать это под какого-то рода углом, ромбом, вот так вот, от каких-то укрытий, то довольно неплохие скосы брони по башне, по щекам, будут помогать вам получать непробитие от бортов башни. Ну а что касается корпуса, то несмотря на то, что он по прямой проекции, безусловно, ближе к картону, чем к хорошо забронированной машине, в то же время под углом действительно отыгрывается довольно неплохо. Что могу сказать от себя? Я купил данную тачку в свое время, если не ошибаюсь, за 25 кусков голды. И абсолютно об этом не жалею и ни разу не пожалел. Ушел гриль, успел увернуться. Но я думаю, что если мы подъезжем к нему чутка поближе, то результаты наши будут немножечко поярче. Не знаю, ребят, мне клинок очень сильно нравится. Одна из моих любимых машин на 10 уровне. Ну вот вам, пожалуйста, непробитие практически в прямой проекции. Очень добротная машина в отношении живучести. И если вы чутка поиграете и привыкнете к заднему расположению башни, то реализовывать данную машину вам не составит абсолютно никакого труда. Очень хорошо машина играется на какого-то рода городских картах, где-нибудь в улочках, где можете вполне спокойно остановиться и отыгрывать. Угол склонения орудия вниз, как вы видите, вполне себе достойный, приемлемый. Отыгрывается очень легко. Ну а вот эти вот практически постоянные непробития только добавляют определенного азарта и удовлетворения от процесса. Ну и засранец, с борта зашел. Ну ладно. Так, хорошо. Давай вот так вот встанем. Как бы тебя так вот выцелить, засранца? Ну все равно же я тебя попаду, отправлю. Есть пробития. Пусеницы, говоришь, на конкурентах увеличен. Спасибо ребятам, скажем, помогли, вопросов нет. Так. Ай-яй-яй-яй. Хотел фугасом его добрать. Да не вышло. Ну ладно. Остался один М103. И я сомневаюсь в том, что он действительно сможет вытащить данную катку. Но это значит, что мы можем вполне спокойно, в наглую на него поехать. Закинуть в него дополнительного урона. Так. Блин, можно было не ремкаться. Ну ладно. Не суть важна. Все-таки клинок, это машина не для фарма. Это машина для фана, для удовольствия. Для удовольствия, для того, чтобы заехать в бой и вот просто отдохнуть в этом бою. Что касается нашей результативности по бою, то я больше чем уверен, что мы не заняли первое место. Но поверьте мне, клинок способен его занимать. Абсолютно спокойно, не потея, практически ничего не делая. Неполых 2400 единиц урона. Два уничтоженных соперника. Что касается фарма, ребят. Несмотря на то, что это не фармер, в минусе вы не будете на клинке. Это уж однозначно. С премом 47, без према 26. Что касается нашей результативности в команде. Как я говорил, мы не на первом месте. Но поверьте мне, своих 2500-3000 за бой клинок вывозят однозначно. Машина очень живучая, очень классная. Требует только понимания того, как необходимо отыгрывать на танчиках с задним расположением башни. И вот те ребята, которые имеют в коллекции и уже прошли веточку ВК-72. Где ты у меня, красавец ты мой? ВК-72-01К. Те ребята понимают, как отыгрывать с задним расположением башни на немецкой технике. Что касается того, почему мы обсуждаем. Обсуждаем, потому что сейчас в магазине есть вот такое вот предложение. Вы можете купить за голду, либо за реальные деньги ключик от запертого контейнера и попытаться забрать себе данную машину. Но по большому счету вы покупаете не ключик от запертого контейнера. Эта схема слишком сложная. Вы просто покупаете себе контейнер за косарь голды. Покупать, не покупать, открывать, не открывать. Здесь ребята, определяйте сами. Я вот контейнеры допустим не очень люблю. Потому что мне из них абсолютно ничего не выпадает. И подтверждением тому может быть огромное количество видео у меня на канале. В частности буквально недавно я открывал вот 10 мистиков и у меня оттуда ничего не упало. Короче говоря, ребят, я не агитирую вас ни в коем случае тратить свою голду. Или там уж тем более реальные деньги на то, чтобы покупать себе ключи от запертого контейнера. Мое дело показать вам машину такой, какая она есть на самом деле. И этот танчик действительно один из моих любимых танчиков. И есть у меня в частности в клане. Миш, привет тебе большой. Один из игроков, который по моей рекомендации в свое время приобрел себе клинка. И мы довольно часто с ним на клинках заходим в бой взводом и разносим там всех в щепки. В первое время Миша не мог привыкнуть к тому, как играть на данной машине. Ну а сейчас мы выходим из боя с плюс-минус одинаковыми результатами. И в основном с победами. Мишань, поддержи меня в комментариях, если ты смотришь данное видео. Я абсолютно честен всегда во всех обзорах и во всех видео. А вы, ребят, если за честность, прямо сейчас подписывайтесь на канал. Я побежал снимать специально для вас и жду вас в гости. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.